Я не вижу никаких предпосылок. Я более того, я считаю, что наоборот, будут возникать предпосылки для того, чтобы необходимость возобновления взаимодействия специальных служб Запада и России. Тут, может быть, как раз бы проявлен больше интерес к поиску вариантов окончания Российско-Украинской войны, их попытки вывести Россию на какой-то уровень сосуществования. Не сотрудничество, а именно сосуществование, которое бы позволило вместе бороться с общими опасностями. Но, опять-таки, я не вижу... Я думаю, что главное последствие теракта в прокурсе в Сити-Холле – это именно размышления на эту тему, которые я не вижу никаких оснований считать реализующимися. По той простой причине, что этого не хочет Россия. Ей что-то показало, что она не хочет никаких вообще никакого диалога, что она уверена в том, что долгая война с Украиной поможет ей ликвидировать Украину. Кстати, я поэтому совершенно не понимаю, когда я вижу все эти тексты. Вот если российское наступление будет более удачным, и Россия запасит еще какую-то территорию, или Украина не сможет освободить свою территорию, которую сейчас купили на России, то для украинского руководства это будет серьезным разочарование, потому что это будет некая новая граница между Россией и Украиной. Ну, нижняя линия соприкосновения. Я вообще не понимаю, это пишут серьезные издания. Я вообще не понимаю, почему мы вообще это обсуждаем. Я не считаю, что Россия будет проводить переговоры с Украиной о какой-то там линии соприкосновения в качестве границы. У России простая идея окупаться всей территории Украины и буферная зона в Польше или там в Словакии. Она потом, когда российская армия, когда в их мечтаниях дойдет до Ужгорода, они будут требовать вывода новейших вооружений западных стран и так далее с территории стран Центральной Европы, как это они и требовали в 2022 году, угрожая в этом противном случае начать конфликт уже с НАТО. Вот это у них простая идея. Никаких переговоров с украинским руководством они, конечно, проводить не хотят. Они точно знают, что украинское руководство необходимо уничтожить в ходе уничтожения Украины. И вот та программа, которая изложена в Медведеве, какой-то временный парламент, который примет решение о присоединении Украины к России и распустится, это и есть программа действия на ближайшие годы. В логике этой программы необходимо существовать всем, кто смотрит на развитие российско-украинской войны в ближайшие десятилетия. Это война на уничтожение. Никакая Донецкая, Луганская, какая-то угодная область, Херсонская, Запорожская, Харьковская, даже если Путин мечтает о захвате Харькова, никому тут в России не нужна. В России нужен четкий выход на границы. Об этом, кстати, стал говорить президент Зеленский в 1991 году. Уничтожение реальной государственности бывших советских республик, чтобы Путин в 2030 году баллотировался на пост президента союзного государства. Вот и все. Это простая цель. И, кстати говоря, то, что говорит Соловьев, в принципе, подразумевает, что ради этой цели они готовы выгнать из этой территории все имеющееся здесь население, которое не удастся уничтожить. Потому что это тоже хорошая идея. Это провоцирует огромные мигрантские проблемы в Европе. И помогает прийти в власть европейских странах тем пророссийским политикам, которые с радостью согласятся со всем разоружением своих стран. Ради того, чтобы Россия на них не напала. Вот и все. Поэтому программа ясная, простая, будет осуществляться в ближайшие годы. Никакой альтернативы этой программы российского политического руководства нет. Либо Запад сможет с этой программой справиться, либо мы будем видеть Россию в качестве политического гегемона Европы уже через несколько лет. Это все очень простое уравнение. Я уже неоднократно пытался объяснить свою позицию. Я считаю, что в случае, если бывшие советские республики будут повержены, и Россия действительно географически появится, или, в крайней мере, как некое союзное протогосударство с полным контролем территории от Ашхабада до Ужгорода, при этом, даже если там эти бывшие советские республики сохранят псевдо-суверенитет ради места ООН, да, то это может оказать парализующее давление на общество стран Европы. И я считаю, что в этом случае мы сможем увидеть изменения политического ландшафта, которые не потребуют никакого особого нападения. Сами европейские избиратели перепуганы усилением России, аморфностью своих элит и равнодушием Соединенных Штатов, потому что для этого должны быть эти три предпосылки. Усиление России, аморфность европейских элит, которые позволят этому произойти, и равнодушие Соединенных Штатов к происходящему в Европе. Они сами на выборах изберут политиков, которые обо всем договорятся с Москвой. Не нужно будет ни на кого нападать. Все это будет принесено на блюдечко с голубой каемочкой. Самими европейскими избирателями. Я, кстати, хочу вам напомнить, что бульон питательный для этого уже есть, и позиции всех этих партий и сил, они ослабевают, именно потому что ослабевает Россия, и она показывает свою неспособность к какому-то вообще диалогу. Вот вчера был исторический день, когда партия Центра, Центрическая партия Эстонии, впервые за 20 лет, кажется, лишилась власти в Таллине. Партия Эдгара Сависара, который всегда старался поддерживать хорошее отношение с Москвой, когда был жив к нашему всеобщему удивлению, потому что это первый пример миниципальной независимой Эстонии, но я сейчас не о нем видел. Таких политических сил во всех странах достаточно, не только в Балтийских. Есть ультраправые, есть ультралевые, есть альтернатива для Германии, есть Альянс Сарвагихнет, есть конфедерация в Польше, есть подобные силы в Чехии. Про Венгрию и Словакию я даже не говорю, потому что там это все произошло уже. Есть партия Марина Лепен во Франции, есть партия Вилдерса в Нидерландах, которая, кстати, получила великолепный результат на парламентских выборах. Есть партии Сальвиния и Берлускони в Италии, да, сейчас они уступают партии премьер-министра Мелла, никто не сказал, что это будет даже в Италии. Следующие выборы, опять-таки, изменение политической ситуации может совершенно иначе разложить этот пассианс. То есть политические силы, готовые договариваться с Москвой, они уже есть. Партия Свободы в Австрии, кстати, которая может победить на следующих парламентских выборах. Это еще ничего не произошло, почти, только война идет. А теперь представьте себе, что Россия победила в этой войне. Я вам расскажу, откуда готовилось нападение, как говорил Лукашенко. Я вам напомню, что произошло, когда Советский Союз оказался среди государств-победителей во Второй мировой войне. Усиление коммунистической партии Франции, представители которой входили в первое правительство Шарли Дегольф. Усиление итальянской коммунистической партии, которая чуть была в коалиции с итальянскими социалистами Пьетро Ненни, не пришла к власти в Италии. Превращение в социалист-коммунистическую страну Югославии. Ни путем, ни на советских штыках это произошло. Иосиф Бростита сам установил контроль над этой страной. И заодно помог установить коммунистам контроль над соседней Албанией. Это была не советская армия, это были партизанские армии Иосифа Бростита и Энвера Ходжи. Они сами, но опять-таки это все влияние Советского Союза, авторитет Советского Союза как государство, победившего во Второй мировой войне. Я хочу вам напомнить, что коммунистическая партия Чехословакии во главе с Климентом Готвальдом без советского по сути влияния получила огромное количество вес на первых свободных выборах парламента Чехословакии. И в довоенной Чехословакии она была маргинальной партией. Да, они потом совершили переворот, потому что, как известно, коммунисты не способны править в парламентской республике, если у них есть возможность уничтожать всех своих противников. Но жители Чехии и Словакии сами голосовали за эти силы на первых выборах. Я могу вам напомнить о... Кстати, больше, мне кажется, даже в Словакии, чем в Чехии это было авторитетком партии. Если я не ошибаюсь, надо смотреть в учебнике истории. Я могу сейчас забыть этот расклад сил, но не буду сейчас на этом останавливаться. И так, по сути говоря, до Пиренейского полуострова, где просто тогда были диктатуры Франка и Салазар, ровно мы с вами увидели политический ландшафт. Правда? Вот представьте себе Россию в роли страны-победительницы в войне с Украиной. Будет очень похожий результат. Не такой, но очень похожий. Плюс у России, конечно, появятся дополнительные ресурсы для того, чтобы всем этим людям и партиям давать деньги. Это же тоже очень важный момент во всей этой истории, как вы понимаете.